общение в игровой деятельности потребность в общении развивается на основе игровой деятельности ребенок сталкивается с необходимостью устанавливать контакты в игре соблюдать нормы поведения приспосабливать свое поведение конкретной ситуации владеть навыками игровой деятельности общение по поводу игры более активное общение игровое употребление предметов игровые замыслы в 3-4 года ребенок ищет повод для совместной деятельности для установления отношений продолжительность общения зависит от владения игровыми действиями и от умения создавать и реализовывать игровые замыслы содержание игры не способствует установлению общения обмен игрушками или помощь в аварийных работах с развитием игровых умений и с усложнением игровых замыслов устанавливается более длительное общение для воспроизведения взаимоотношений взрослых ребенок нуждается в партнерах которые бы играли вместе возникает необходимость договариваться с другими детьми вместе организовывать игру играя роли общаться совместной игре дети учатся языку общения согласовыванию своих действий с действиями других взаимопониманию и взаимопомощи в старшем дошкольном возрасте 5-7 лет взаимоотношения в игре усложняются игровая деятельность требует от ребенка ставить цель и добиваться ее существования сосредоточенности на выполнение игровых действий проявление волевых усилий координации своих действий с действиями сверстников инициативности рефлексии способности осмысливать свои собственные действия эмоциональности переживания чувств эмпатии сочувствия общительности перечисленные качества проявляются в игре и развиваются в ней в общении детей друг с другом возникают ситуации требующие согласования действий проявление доброжелательных отношений со сверстниками и умение отказаться от личных желаний ради достижения общих целей решение находится не всегда и возникает конфликт желания и права одних противопоставляются желанию и правам других без сопереживания другому без уступа к другому ребенок остается в проигрыше отношения находятся в зависимости от других детей в играх возникают взаимоотношения игровые или реальные игровые определяют взаимоотношения детей по сюжету и роли реальные отражают взаимоотношения детей как партнеров, товарищей выполняющих общее дело договариваются о сюжете договариваются распределение ролей обсуждают вопросы по ходу игры таким образом реальные взаимоотношения переходят в игровые а игровые в реальные взаимоотношения между детьми могут совпадать с логикой сюжетных отношений игры инициатор игры получает возможность руководить другими детьми. Реальные взаимоотношения могут не совпадать с логикой сюжетных отношений. Инициатор игры сам берет на себя подчиненную роль. Также реальные взаимоотношения могут осложняться игровыми отношениями. Если инициатор игры берет подчиненную роль, то реально руководит игрой. Интерес к игре, желание участвовать в ней приводит к тому, что дети идут на взаимные уступки. Ведь если дети не умеют договариваться между собой, то их совместная игра распадается. В игре наиболее ярко выделяются дети популярные и непопулярные. Популярные дети – ловкие, умелые, смышленные, опрятные. Непопулярные, неопрятные, тихие, плаксивые, вредные, агрессивные, слабые, плохо владеющие игровыми действиями, речью. Порождают конфликтную напряженность и нежелание сверстников с ними играть. Вызывают раздражение сверстников дети, с которыми трудно договориться, которые нарушают правила, которые не умеют играть, которые являются медлительными, которые несообразительны и неумелы. Для детей 5-6 лет значимо быть принятыми сверстниками. Они придирчиво относятся к выполнению роли. Стараются соответствовать ожиданиям окружающих. Отрабатывают нужные для игры действия. Дети испытывают потребность взять на себя интересную роль в игре и проявить вне себя. По-разному дети ведут себя в ситуации успеха. Одни испытывают чувство радости, у других может проявляться злоба при неудаче другого. В ситуации неудачи дети испытывают чувство огорчения или зависти, досаду. В 3 года оценки взрослого особенно не волнуют детей. Они спокойно продолжают интересную для них игру. В 5 лет, напротив, ребенок обостренно чувствителен к оценкам взрослого. Каждое замечание вызывает у него обиду. К 6-7 годам отношение к оценкам становится более спокойным и деловым. Дети стремятся что-то изменить в своих действиях. Взрослые предупреждают появление нежелательных качеств личности, таких как злорадство, пренебрежение, хвостовство, зависть, недоброжелательность. Игра со сверстниками способствует развитию речи ребенка, умению общаться. Игровая ситуация требует от ребенка соблюдения нескольких условий, которые необходимы ему для успешности игровой деятельности. Определенный уровень речевого общения ребенку необходимо объясняться со сверстниками, что стимулирует развитие его речи. Умение замещать одни предметы другими. Предметы-заместители выступают как знаки отсутствующих предметов. В этом качестве выступают игрушки, полифункциональные предметы. Схема таких преобразований следующая. Предмет, его знак, его наименование. Различаются индивидуальные условные знаки, имеют мало общего с обозначаемым предметом, например, щепка – это градусник, и иконические, приближенные к замещаемому предмету, например, игрушка – копия реального предмета. Процесс замещения одних предметов другими способствует развитию знаковой функции речи. Ведет к перестройке всех психических функций ребенка. Наличие рефлексии – способности человека анализировать свои собственные действия, поступки, мотивы и соотносить их с общечеловеческими ценностями, а также с действиями, поступками и мотивами других людей. Развитие рефлексии происходит в связи с тем, что в игре возникает возможность контролировать то, как выполняется действие, входящее в процесс общения. Взрослый должен видеть взаимоотношения детей в игре, стараться определить причины их объединения или необъединения, направлять взаимоотношения детей, проявлять при этом свою инициативу. Оценивать действия 4-5-летних детей, помнить об их обостренной чувствительности. Помогать ребенку анализировать собственную личность, обращать внимание на выбор игр и игрушек, имея в виду половую идентификацию, осуществлять общение с детьми с учетом их пола. При общении взрослого с детьми придерживаться лично ориентированной модели общения, так как именно она дает оптимальный результат. Приучать детей к общению в этом стиле необходимо именно в возрасте 4-5 лет, а также обучать детей сопереживанию и со радости. Ситуация. Мама Миши 6 лет. Считает, что игра, на которую сын тратит много времени, дело пустое. Миша же любит играть. При этом он испытывает беспомощность, так как не может противостоять маме. Следует ли поощрять игры детей? Примерно до 10-11 лет дети от игры получают большое удовольствие. В играх ребенок учится проявлять инициативу и отстаивать свое мнение, познавать систему социальных отношений. А взрослые, поощряя детей в их игровых начинаниях, тем самым помогают их обрести ощущение собственной компетентности, воспитывают в них целеустремленность и помогают осваивать ролевые отношения. Ситуация. Петя 6 лет. В игре должен был бросить мяч в цель, а Коля в этот момент под руку говорит «мимо-мимо». С проявлением каких качеств в личности может быть связана подобная ситуация? Каким должно быть поведение взрослого, если он видит, что взаимоотношения между детьми складываются подобным образом? Решение. 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 участником беседы. Любую познавательную активность ребенка надо поддерживать, хвалить за интересные вопросы и отвечать на них, поддерживая общий разговор. При этом следует периодически менять тему разговора.